Итак, я буду проповедовать на тему соучастия в Божьем деле. Матфея 12.30. Иисус говорит, кто не со Мною, тот против Меня. И кто не собирает со Мною, тот расточает. Если ты даже неплохо относишься к Иисусу, в принципе, была такая историческая личность, то это означает, что ты все равно против Него. Кто не со Мною, то есть не со Мною, ни во Мне, ни в Моих планах, ни в Моей воле, ни в послушании Мне, тот против. Ты становишься на позицию противника. Господь никогда ни одного человека не рассматривает как противника. У Него противник один – это дьявол. Но когда человек сам выбирает встать, ведь человек вправе выбрать, и он, каждый из нас, делает свой выбор. И когда сам человек не отождествляет себя с Иисусом Христом, то Иисус говорит прямо, четко, чтобы все было понятно, без всяких намеков, без всякого двойного смысла. А Он говорит, те люди против Меня, кто не со Мною, сам решай. Ты решай, я решаю. Мы с Иисусом, либо нет. Для многих Иисус не является самой важной, главной личностью в жизни. Они просто живут своей жизнью и слышали, что где-то был, когда-то, в какие-то времена, был Иисус Христос, что они даже толком не знают. Но верующие, которые уже узнали, и которые все-таки не решаются быть с Иисусом, все-таки как бы в стороне еще держатся. Как бы их жизнь не показывает, что они христиане, что они с Иисусом. Иисус говорит, что ты против Меня, ты стал на сторону противника. Не я стал, я тебя приглашаю. Знаете, Господь показал мне, мы с одним пастором разговаривали, делились, и так интересно, что Господь, Он в беседах, знаете, Он тоже говорит к нам. И пришло такое, что когда будет день восхищения, послушайте, Иисус хочет забрать, я вам правду скажу, в день восхищения Иисус хочет забрать всех верующих, всю невесту. Написано, что Он умер за всех людей. У Него нет людей, за которых Он не умер. У Него нет категории людей, которые настолько отвратительны, что Он их не хотел бы видеть. Иисус знает, когда Его кровь смоет с человека грех, человек становится прекрасным. Какое бы ужасное небо, он становится другим. Он становится благословенным, он становится добрым, хорошим. Понимаете? Поэтому Иисус знает, почему человек такой. Мы не знаем. Мы сразу клеймо ставим человеку. Это гнилой, плохой человек, пропадший человек. А Иисус знает, почему Он таким стал. Потому что грех в Его жизни царствует. Поэтому Иисус в день восхищения захочет забрать всех верующих в Него. Но почему только малая часть, возможно, будет забрана? Потому что многие не захотят. Как в притче сказано, что господин сделал большой пир. Послушайте. Большой пир. Он старался, он готовился, он украшал. Для вас накрыт сервиз. Понимаете? Сервировка стола была под вас. Стакан ставил, тарелочка, вилочки. Просто огромный стол. Несколько, может, тысяч километров стол такой. Столько там будет угощения, будет праздника. И, конечно, это не будет физическая колбаса какая-то. Но Иисус просто нам сказал, чтобы мы хоть как-то понимали. Это будет торжество, это будет праздник. И Иисус тебя зовет на праздник. И что многие сказали? Господин говорит слуге, иди позови их. Скажи, чтобы приходили, все готово. И они сами отказались. Они говорят, я купил валов, а я женился, а я иду поле посмотреть. Понимаете? Написано, они как будто сговорились. И они сами отказались от этого пира. Потом, когда эти верующие, которые останутся на земле, Господь им покажет, что для них тоже было. Нет, Он покажет. Он покажет, для вас тоже стояла посуда. Для вас был накрыт стол. Но вы отказались. Ваше место осталось пустым. Потому что вы сами не захотели прийти туда. Никто вас не привязывал к земле. Никто вас не оставлял на земле. Просто вы не захотели прийти. Как в притче Иисус говорил, что в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу Ему. Понятно, о чем говорится? Нормально на нашем языке. Мы все прекрасно понимаем. В полночь, 12 часов ночи. Крик, выходите навстречу Ему. Что надо сделать? Надо подняться и идти навстречу к Нему. Навстречу к Нему. Вы ходили хоть раз на свидание? Если вы ходили, вы знаете, что такое встреча. Вот так и здесь Господь придет. Он вас не просто вакуумом засосет, как пылесосом. О, одна душа. Вторая душа. О, это что-то не влазит, какой-то полотской какой-то. Нет. Там сказано так. Там сказано так. Выходите навстречу Ему. Выходите. И вот те, кто вышли, Те и зашли. А почему же много осталось? Потому что есть другие планы на землю. Есть другие планы на жизнь. У нас вообще нету. Какие у нас свои планы на жизнь? Нас больше уже нету. Нас не то, что не будет однажды. Нас уже нету. Мы во Христе. Мы умерли в день нашего водного крещения. Когда мы обещания давали Богу. Служить доброй совестью. Все нас похоронили. Прошлого старого Виктора похоронили. Он утонул и куда-то уплыл. Все. Новый Виктор. Во Христе Иисусе. Мы во Христе Иисусе. Мы не живем своей собственной жизнью. Христос живет через нас. И поэтому, когда Иисус придет, то мы должны быть послушными. Сказали? Сделал. Тебя позвали? Пошел. Иисус никого насильно не тянул себе в команду. Он никому не угрожал. Такого не было, что он Петру угрожал. Петр, иди за мной. Петр такой, не могу. Надо папе помогать, сети чинить. Как же я папу одного оставлю? А Иисус такой, Петр, ты знаешь, что я с тобой сделаю? Я наведу на тебя проклятие, если не пойдешь за мною. Такого не было. Никого Иисус не заставляет. Господь заманивает. Он манит тебя. Он говорит, следуй за мной. Петр написано, что-то оставил и последовал. Понимаете? Написано, они оставил, были раболовами. Оставили все эти, последовали. Последовали за Ним. Это высшее призвание. Слово от Бога. Это высшее призвание, предназначение в жизни человека. А как? А то все, Бог позаботился. Не переживай. Тебе нужно сейчас идти. Сейчас. Ты такой, а как же мои друзья? Как же мои родственники? Послушай, это восхищение. Ты должен, ты должен. Ты же когда, например, сам кушаешь, ты же не можешь покушать еще и за Него. Если ты за Него покушаешь, то у тебя проблемы будут. Ты не можешь сделать много вещей за другого. Он сам может только эти вещи сделать. Выспаться. Это только Он может сделать. Пойти рано спать. Только Он может сделать. Очень много вещей, которые мы не можем сделать за людей. И в день восхищения мы также не можем сделать это как-то за них. Крикнуть как-то. Ну вот смотришь, спит. Да? Твой товарищ. Разбуди его. Никак не получится уже. Потому что это лично индивидуальный выбор каждого. Я иду в магазин, например, выбираю. Я же не могу заставить вас делать то же самое. Вот когда вы идете в магазин, выбирайте только эти продукты. Нет. Каждый идет, выбирая то, что ему по душе. Так же и здесь. Это наш выбор. Это мой лично выбор. И мы не должны отвечать и переживать. Возможно, мы будем переживать. Но если прозвучал голос, и ты его четко услышал, но проигнорировал, «Добро пожаловать в клуб жены Лота». Ты записался в клуб жены Лота. Выписывайся оттуда побыстрее. Тебя позвали? Иди сразу. Иди. Итак, Иисус говорит, тот не со мной, тот против меня. Тот на другой стороне. Ты можешь хорошо об Иисусе думать. Этого недостаточно. Ты можешь верить, что такая историческая личность была. Этого недостаточно. Иисуса надо принять свое сердце и отдать ему свою жизнь. Единственное, что ты можешь дать Богу, то, чего ему не принадлежит, это свое сердце. Потому что он так сделал, что это твое. Все, что остальное у тебя есть, это он тебе дал. Даже сердце он тебе дал. Но здесь ты вправе решить. Он не может претендовать на это. Как бы заставлять тебя это сделать. Ты сам можешь это решить, только сделать. Иисус говорит, кто не со мною, ты не со мною. Я не вижу, чтобы ты был со мною. Ты где-то все бегаешь в стороне. Этот мир, в котором мы живем, поделен на два царства. Царство тьмы и царство света. Царство мрака, греха, грязи. Законов греха и смерти. И царство Божие, закон духа жизни во Христе Иисусе. Царство света. Все. Остальных царств на земле не существует. И мы имеем принадлежность либо к одному, либо к другому. Мы либо распространяем царство света, либо распространяем царство тьмы. Конечно, мы можем быть активными и можем быть пассивными. Как важно не только быть с Иисусом, но и собирать с Ним. Быть в Его теме. Быть в Его воле. Это важно. Иисус даже так говорил, кто идет за Мною, но не берет своего креста. То есть идет на своих условиях. Не на моих условиях. Крест – это не было условие Иисуса. Это было условие Отца. И Иисусу надо было взять также крест. И Он это взял. И оставил нам пример. Крест для Иисуса – это была воля Божья. Воля Его Отца. Это не было выбор Иисуса. Иисус не мечтал о кресте. Только из-за того, что Иисус любил своего Отца, Он взял крест. Так многие люди не хотят распинать свою плоть. Не хотят свое эго распинать. Себя распинать. Они хотят идти за Иисусом на своих условиях. Жить своей жизнью. Легкой жизнью. И как бы еще верить в Иисуса заодно. Но это несерьезно. У тебя так не получится. Она будет жизнь без основания. В трудный момент может произойти разрушение. Некоторые верят в Иисуса. Но им не интересны Его проекты. Они не участвуют в божественных проектах. Послушайте, у Бога есть проекты. Однажды Господь, Он показал мне, как работает система. Исайя был взят в Божье присутствие. И услышал деловые разговоры Бога. И Бог говорит, кого нам послать на землю? Кого нам послать, чтобы кто станет в проломе за человека? Исайя, человек. Он был пророком, но он был человеком. Он услышал, что на деловом собрании, где Бог решает вопросы земли, ему дано было подслушать. И когда он услышал, что у Бога есть какой-то проект, и там нужно человека не хватает, нужно восполнить эту нужду, Исайя, у него рука подлетела. Я, Господь, вот я, пошли меня. Понимаете? Исайя не сказал, Господь, я хочу тебе дать совет, что, возможно, вот там-то живет такой там дядя Коля. Его пошли. Господь, Он дает нам возможность узнать о Его нуждах на земле. Потому что у Него на небесах нужд нет. У Него есть нужды в Его церкви. И сам Господь, Он не будет восполнять все нужды. Сам. Он бы мог все сам сделать. Молится человек, ответил Ему. А знаете, как в Библии, в Новом Завете? Молится один человек, а Бог подсылает к нему другого человека. Бог ослепил Савла и Старса. И написано, он молился три дня, ничего не видел, ничего не ел, ничего не пил. И Бог обращается к пророку. Бог что, сам не мог подойти к Савлу? Он же с ним поговорил. Его же свет скинул его с коня, сбросил, ослепил его. Бог. Почему Он дальше не помогает ему? Неужели Иисус это тот, кто сбрасывает с коней только? Это у него такое сужение, знаете, и скачет, скачет. Ну, хоба, и сбросил его. Нет, Иисус сразу занимается решением этой проблемы. И для решения этой проблемы Он ищет другого человека, верующего. И Он идет к Анане и говорит, Анане, сходи к Савлу и Старса. Как только Анане услышал о Савле и Старса, Он сказал, о, не, Боже, Боже, ни за что. Я к этому КГБшнику не пойду. Я к этому извергу не пойду. Он столько людей в тюрьмы засадил. Он столько зла сделал. И женщинам, и детям, и мужчинам. Загубил жизни. Будущее загубил. Я к этому извергу не пойду. И Бог говорит, иди. Он сейчас молится. И тогда у Анане появилась маленькая надежда на то, что этот человек действительно изменился. И ему нужна сейчас помощь. Он сразу сказал, где, Господи, это страшилище. Это чудовище. Как я пойду к чудовище? Ты меня посылаешь к дракону. Господь говорит, иди. Он сейчас молится. И что он делает? Иисус берет Ананию, пророка, и посылает к тому человеку, у которого нужда. И этот человек, Божий человек, восполняет нужду другого Божьего человека. А на Павле, вы знаете, какое было призвание? Это целая Европа. Весь мир читает его послания. Это устроение церкви, порядок в церкви. Это все послал Павел. Это канал благословений на землю. Павел – это портал Божий на эту землю. Через него просто вываливались благословения. Иногда он говорил, я не могу с вами говорить с духовными, поэтому я эту тему просто сейчас не могу дать. И он сокрыл ее, к сожалению. Потому что вы плотские, вы не поймете. У вас мех порвется и вытечет все. Все вино вытечет. Поэтому я не смогу с вами разговаривать, как с духовными. Итак, когда есть проблема у Бога, он посылает другого человека, чтобы другой Божий человек помог и был ответом на эту проблему. Поэтому тема так и называется – «Соучастие в Божьем деле». Многих вещей, возможно, мы делать в Царстве можем. Не можем, либо не умеем. Когда речь идет о том, что надо проповедовать Евангелие по всему миру, мы такие сразу вжимаем голову и говорим, это не мое призвание, я этого не могу, я это не могу. Когда идет там какой-нибудь призыв, какое-то еще служение, нести молитвенное служение, все опять такие, ой, я не могу, и у меня занято, у меня там то, и то, и то. Когда идет какой-то еще призыв, делать какое-то серьезное служение, люди как бы говорят, ой, я не могу, у меня то, то. Знаете, понятно, что люди непостоянные, их шатает, у них как бы нету графика жизненного. Но послушайте, внимательно, есть люди, поверьте, которые все это могут делать. и нам предоставлена уникальная возможность поддерживать тех людей, которые это могут делать. Например, я не могу проповедовать, но нет у меня, например, допустим, нет у меня такого там смелости такой, я не знаю, что говорить, как много людей. Я слушал одного божьего генерала, он рассказывал, что много раз пытался проповедовать, и у него жена была проповедница, он выходил, и он только открывал Библию, просто, знаете, закрывал, пошел, и шел, садился, он не мог проповедовать. Просто говорил, это не мое, это не мое, я не могу. И он говорил, если у вас есть какое-то слово, вы выходите, говорите. И так много раз было, до тех пор, пока на него не сошел Дух Святой. Это был один из мощнейших служителей, понимаете, нашего времени, серьезнейший, уникальный, божественный дар. Вот этот человек был в церкви. Очень-очень многие люди были благословлены. Просто потрясающие вещи Бог делал через этого человека. Поэтому, когда вы лично что-то не можете, вы не можете проповедовать, вы не можете то делать, вы не можете то, поддерживайте тогда тех, кто это может делать. и мы будем в этот момент соучастниками. Я вам приведу плохой пример. Если какое-то преступление произошло, вы были пассивным в этом преступлении, но вы там находились, когда будет суд, вас осудят так же. За соучастие. Соучастие. Был там? Был. На шухере стоял? Стоял. С тобой поделятся несколькими годами тюрьмы. Ты соучастник. Ты попал. Ты ничего не делал, но присутствовал там. То присутствие было там? Было. Послушайте, если в негативном, в негативном примере человек, он просто присутствовал, он ничего плохого не делал, но там произошло ограбление, например, или человека какого-то избили. Все. Будь уверен, что тебе тоже достанется. Ты тоже пострадаешь, но ты был просто там, ничего не делал. Так насколько больше в Божьем деле, если мы присутствовали, кто сегодня, послушайте, вот поднимите руки, кто сегодня может поехать в Африку и спасать ее? Кто? Из нас. Из нас. Из вас. В Россию. В отдаленные города. Кто может поехать? В Сибирь. Кто может поехать? Послушайте, на самом деле, кто из нас, я поточнее скажу, может оставить нажитое гнездо, квартиру, где вы живете, дом, теплое, ваше рабочее место, и просто поехать туда и быть послушным Богу, проповедовать Евангелие. Просто на свои деньги. Да мало кто вообще сегодня это может делать. Но послушайте, есть люди, которые это делают. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но если у нас хотя бы внутри есть желание как-то поучаствовать, у нас всегда есть возможность. Служи Богу своими молитвами и своими финансами. Не жди, когда станешь богатым. Веди себя уже как богатый. Может, у тебя скромный доход. Скромный доход. Но ты оттуда жертвуешь. Ты почитаешь Бога десятиной, десятой частью. И ты еще сверх этого жертвуешь. Ты благословляешь. Ты сеешь. Может, это крохи для тебя кажутся. Ну, я так мало даю. Знаешь, в эквиваленте Божьим ты даешь больше, чем богатые дают. Награду на небесах, когда многие будут получать, они будут в шоке. Господь скажет, придите благословенные от Отца. Они им скажут, ты, 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 имена назовут. Они придут в шоке. Они придут, как это? Да это ошибка. Чего на меня все небо смотрит? А Господь будет улыбаться, смотреть на тебя, говорит, наградите его самой высшей наградой. Он будет в шоке. Он говорит, это не мне, это не принадлежит. Я вообще никто. Я ничего. Господь говорит, мое слово не возвращается ко мне тщетным. Ты награждаешься самой большой наградой. Он скажет, я ничего не делал. Я ничего не делал. То, что ты сделал мне. То, что ты сделал малому, ты сделал мне. У меня все записано. У меня все записано. У Иисуса ведется дневник. И ангелы все пишут туда. И когда мы делаем, может быть, это не так много, и мы говорим, Боже, у меня такая маленькая зарплата. Продолжай отдавать. Когда мы идем в магазин, мы же не говорим, ой, у меня такая маленькая зарплата, поэтому сегодня я не кушаю. Точно покормимся, даже если маленькая зарплата. Когда мы начнем от малого давать, Иосиф от малого, в малом был верен, и Бог подставил его над всем. Когда мы верны в малом, Бог доверяет нам большее. А может быть, мы однажды займем, сейчас мы никто и ничто, в тени где-то прячемся, маленькие, но мы уже начинаем жертвовать, мы прокладываем себе путь, а вдруг мы однажды займем места тех великих, они-то уйдут, кто-то должен занять места великих, ответственные позиции, через кого Бог влияет на этой земле. И ты сегодня, сегодня уже можешь туда сеять. Когда ты сеешь, ты сеешь в свое так же, в свое служение. Если мы ничего не поддерживаем, от нас нет никакой пользы, мы только даем мало, мало, просто для вида даем. Послушайте, не удивляйтесь, что наши молитвы будут неэффективными, неотвеченными, потому что это закон, что посеет человек, то и пожнет. Но для других людей написано, давайте, и вам отсыплют в лона ваша мерою переполненную, утрамбоводную, насыпят еще, еще утрамбуют. Как южные, знаете, в России, на рынке. Если ты идешь специи покупать, они берут тебе, зачерпывают стаканчик, насыпают, и потом еще берут и от себя просто насыпают. Просто добавку тебе дают. Это такой знак у них. От себя они как бы тебя благословляют. Так вот Бог, он будет специально тебе утрамбовывать еще больше благословений. Утрамбует, чтобы туда еще тебе заполнить. Еще, еще туда насыпят. Еще потрамбуйте ангелы. Попрыгайте, попрыгайте и трамбуйте ему, чтобы еще туда поместились благословения. Вот так Бог будет сам искать, как благословить тебя. Сейчас ты бегаешь. Знаете, многие люди бегают, а ты таким не будь. Ты не будь. Бог все видит. Бог видел этого спрятанного глубоко в тюрьме Иосифа. Я даже не знаю, почему я о нем говорю, но видно пример хороший. Он видел, никто его не видел, ему никто не мог помочь, только Бог. Если у вас рука протягивается только для того, чтобы дать, дать сколько можете. не говорите, если у вас есть много, а вы даете мало. О, Господи, это мало, это все, что я могу дать. Вы можете больше дать, просто вы, у вас дух жадности, и этого гостя надо прогнать из своей жизни, из своей квартиры, из своего жилья, и быть щедрым даятелем, щедрым, чтобы Бог лично вами занялся, лично заинтересовался Бог. Я не хочу сказать, что Бога можно купить деньгами, я против этого, нету коррупции в Божьем Царстве, нету, никто никого не подкупает, но когда мы жертвуем, жертвуем, вот тогда Бог отвечает и смотрит, вас дайте. И как-то женщина пожертвовала маленьким, но Бог оценил по самой высокой шкале, потому что отдала все. И знаете что, с этого момента Бог за нее нес ответственность. Он стал ее мужем, это была вдова, у которой было две лепты. Это означает вдова, это нету мужа, а значит нету того, кто принесет хлеб в дом, нету того, кто забьет гвоздь. Иисус заметил, говорит, я ее муж, это образно говоря, это не было физически, это означает, что я беру за эту женщину ответственность до конца ее дней, гвоздь забиваю, тяжести таскаю, покупаю ей, и она ни в чем не имеет нужды, что мало вдов было. На эту Иисус обратил внимание, на эту, на жертвенную, которая любила его и переживала о храме. Понимаете, переживайте сегодня больше, не за свою жизнь, а за проекты Бога. Станьте участниками, первыми в очереди. Я участник, куда надо жертвовать, кому надо помочь, какому служению надо помочь, какой церкви надо помочь, какому верующему надо помочь. Сегодня очень много страдают, но они не скажут вам, не скажут, они стесняются. Я с такими людьми встречался, поверьте, которые не скажут, что у них нету хлеба даже. Это тяжело даже слышать. Ты думаешь, Боже мой, у меня есть нужды, но у меня всегда есть хлеб. И ты не можешь просто этот хлеб есть, зная, что у другого нету. Ты жертвуешь, благословляешь. Нигде не рассказываешь особо, чтобы никто не подумал, что ты какой-то великий. Втайне творишь все. Пусть все тайное станет явным. Давайте сейчас помолимся.